добрый день уважаемые товарищи я сегодня опять отвечаю на вопросы как обычно без подготовки как обычно делаю это специально на видео для того чтобы у собеседников которые задали мне этот вопрос была возможность посмотреть на меня и оценить степень искренности которая отвечает вопрос приступаем вопросы я как обычно заранее не читал не готовился все так сказать вживую первое хотелось бы услышать комментарий к убийству павла дремова и лично эмоциональный как это было воспринято и какую-то аналитику я не люблю когда убивают наших людей значит ходят разные значит слухи по поводу убийства павла значит что это сделали власти днр я не хочу в это верить хотя значит определенные искать мотивы раньше такие вещи происходили власть раньше ликвидировали командиров которые отказывались подчиняться центральному командованию что я по этому поводу могу сказать что при всем уважении к старой гвардии днр единое командование это единственный способ по выжить все мы вместе если человек не подчиняется единому командованию он должен либо уйти либо сесть вот либо еще что-то должно с ним произойти единое командование должно быть я видел сообщение в интернете от имени каких-то коммунистов о том что они вот якобы они предупреждали коммунистов не ввязываться в донецкую авантюру потому что значит все олигархический проект и коммунистам там значит не место что я хочу сказать вот я помню настоящих коммунистов которые создали ссср жили в нем да вот эти коммунисты они почему-то уважали там ивана грозного потому что несмотря на то что он был царь потому что он был патриот они уважали петра первого хотя он был так сказать жестоким крепостняком и меньшикова хотя он был даже вором они тоже могли его оценить и они уважали и суворов и ушакова хотя оба имели крепостных почему так происходило потому что наши коммунисты были патриотами настоящие на вот те кто участвуйте пишет вот эти вот темы это в это не коммунист это говно понятно вы говно они коммунисты что делать жителям донбасса сейчас каковы кратко среднесрочные экономические перспективы для них когда жизнь начнет налаживаться экономика и прочее восстанавливаться на что рассчитывать и что делать чем конкретнее тем лучше потому что еще пару лет такой жизни зарплатами по две-три тысячи рублей цены в москве и он сам запросится на украину обратно не запросится вот не запросится это во первых во вторых экономика налаживают уже сейчас вот это теперь рублевая экономика и экономика днр лнр они уже функционируют по часть российской экономики и все что будет с ними так сказать это то самое что будет с нами в конституции российской федерации и замечательно преамбуле строчка что мы многонациональный народ объединенный общей судьбой на своей земле общая судьба это ключевое так сказать здесь слово вот у нас ними общая судьба вот с ними будет то же самое что и с нами мы выкарабкаемся из дюжа меня не выкарабкается из дюжит а мы обосрёмся значит все обосрутся вот к чему готовится готовится к тому чтобы доноризировать украину вот потому что система на украине вы чем дальше тем больше сыпаться и система днр лнр это будет единственная система где способна территории украины готовится к мирному расширению а что мы естественно искать киевский режим будет то не в астроге будет всячески сопротивляться провоцировать ему это все не надо мир ему не нужен потому что мир для них это смерть так что вот так вот лев рэмович вершинин последнее время ударился очень жесткий и колки сарказм очень жесткий и колки сарказм относительно действия как полагаете вы не видели этого основания правда ли нынешнее введение манера ведения в лоб рэмыч он думает что он самый умный вот самая самый хитрожопый еврей на свете это не так есть люди принципе чем или прям очень импотечен вот есть люди которые спокойные такие есть люди у которых шило в жопе а вот у льва рэмовича у него не шило у него вот ему он не он не его сердце так сказать не она не выносит игру долгую это вот долгих вот таких вот партерных схваток вот который как раз является сейчас самой сильной стороной нынешнего руководства рф а вот а ему это прям вот ножом по сердцу вот рэм еще такой человек хоть пчелом вули лишь бы только в экшен вот для него ситуация с такими вот играми она просто невыносимо психологически вот ему нужны приключения авантюрная еврейская натура чудовищная прям мы когда-то с Витькой Мараховским пытались как-то описать для себя типаж вершинина как как характер какой-то исторический долго не могли найти метафору пока наконец не придумали значит вот представьте себе туман сквозь туман идет скандинавский драккар вот значит викинги гребут на веслах значит впереди значит возле гальюнные фигуры значит возле этого зверя значит стоит скальт вот и поет значит вот песню о валькириях значит от битвах о героях и так далее и тому подобное вот и вдруг из тумана выходит точно такой же второй драккар опять значит с другими викингами с таким же скальдом у гальюнные фигуры и они идут навстречу другу значит все достают мечи готовятся к битве и вдруг два вот так вот скальдо вот они начинают другу так сквозь туман так присматриваются присматриваются смотрит 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 и вдруг так уже на расстоянии там уже двух метров так уже два этих скальдов в рогатых шлемах так лёва сёма и так и уже на назад так это самое нет это все свои 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 но вот как мама мама здорового большой нет я про одессу и так далее и тому подобное то есть как бы вот это классические случаи льва рэмовича который это еврей который записался бы в викинги лишь бы только у него были приключения вот и в то что вот он сейчас просто весь исходит на яд это есть люди которые говорят что так сказать лев рэмович начал брать деньги с какой-то другой стороны ну все конечно может быть но мне кажется что просто это его характер который не терпит бездействия он просто не выносит пауз вот и рэмович начинает исходить на яд вот так вот примерно все американе живут для исполнения своей американской мечты для чего живет тем более должен жить человек нашей цивилизации наш человек нашей цивилизации должен жить ради того чтобы в течение жизни стать тем кем бог его задумал вот а бог задумал нас совершенными вот мы все для каких-то вещей предназначены и в бокам цель предлагает нам исполнить его волю он создает для нас жизненные ситуации какие-то по которой мы можем прочитать вот моя воля то вот наконец стань тем кем тебе положено а вот надо прочитать это понять и выполнить когда ты говоришь я раб божий не в том смысле это сказать что у меня нет человеческого достоинства напротив речь идет о том чтобы выполнить волю бога а вот а бог есть любовь соединиться свою свою волю соединить с волей бога бог есть любовь истина и жизнь то есть стать любовью истины и жизни а вот для кого-то смысл жизни не караться в том чтобы стать тем кем бог тебя задумал а вот я свою собственную молитву придумал я каждую ночь перед тем как заснуть вот уже лежа в постели вот я читаю что обычный стандартный отче наш и еще говорю что господи помоги мне быть тем кем ты меня задумал и кем ты меня задумал с полезным и один тоже